Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке, New Life, It's My Life. И сегодня наша семья едет в небольшое путешествие в Рос-Анджелеский зоопарк. Там сейчас в течение месяца каждый вечер проходит световое шоу. Очень много всяких разных инсталляций, связанных с фонариками, со светом, со всякими штуками, с проекторами, бирляндами, проекторы, прожекторы. В общем, мы об этом световом шоу уже года два как знаем. В прошлом году мы что-то как-то собирались, собирались и за месяц не собрались. Оно проходит с конца ноября по 6 января каждый день, только в Рождество не было. И люди, которые там были, нам рекомендовали его. Вот мы сегодня едем туда. Значит, начинается это все в 6 часов вечера. Билеты можно купить онрайн, можно купить прямо там. Мы купили онрайн сегодня билеты. Взрослый билет стоит 23 доллара. Что это такое было? Это, блин, резко все перед нами остановились. Зачем все резко остановились? Хорошо, вон, белые два, вдруг один в нас чуть не влетел, а второй в него чуть не влетел. Потому что где-то кто-то встал, блин, как вкопанный, и все, блин, полетели. По накатанной. Чуть не закончили поездку на 10-й минуте. И про что я и говорила, я немного забыла. Что мы заказали билеты онлайн. Детский билет до 12 лет стоит с 2 до 12. До 12. И стоит 16 с чем-то там долларов. Нет, он стоит... Ну, налог же еще. Подожди, ну, вначале же мы видим цену без налога, поэтому там 16.85, по-моему, стоит. И с налогом, по-моему, насчитывается до 18 долларов и сколько там центов. В общем, по итогу оплачивается взрослый 23 доллара, дети от 2 до 12 лет 18 долларов. С 12 лет это уже считается как взрослый. А детки до 2 лет проходят бесплатно. Мне кажется, дети до 2 до 12. Провозят детей до 2 до 12. Нет, без детей бесплатно. Нет, в некоторых даже до час подождите. В некоторых вот в этот самый мы ходили в аквариум, там же с 4, наверное, билет, мы до 10.5 или 6 в общем. Нет, не так. На некоторые мероприятия проходят дети до 6 лет бесплатно. Нет, я просто про самолет подумала. Когда же Сашенька летел, мы же могли не брать ему билет, когда мы летим сюда. Да, уже там было больше места. Ну просто это было, Сережа, крайне неудобно, если рядом сидел кто-то. Ну конечно. И Саша, допустим, начал поконючить. И этот бы человек страдал, блин, нам было бы неудобно, а так мы как бы ехали. Ну это не важно. И мы едем в зоопарк. Да, и будем вам показывать, как там взрослый. Вообще мы уже ездили в зоопарк несколько раз на животных посмотреть. Это очень большой зоопарк. И поэтому летом там делать нечего. Да, если кто-то соберется поехать, то ехать надо в такое время, когда не жарко. Просто в сентябре, октябре. Да, даже не сентябрь, в сентябре жарко будет. Лучше ехать весной или в октябре. Потому что, ну или в начале лета еще, если у нас не очень жарко. Потому что, когда становится очень жарко, 25 и выше, животные начинают прятаться. И самому, когда ты там обходишь... Да ладно, животные там сами спрятаться. Да, весь этот зоопарк, чтобы обойти, это очень большое расстояние, чтобы всех животных увидеть. В последний раз прошли их практически 6 часов выходить. Да. Это было очень жарко. Очень жарко, очень... От этого устаешь, конечно. Ну и плюс все животные прячутся. Приходишь смотреть на львов, а они спрятались. Слон не выходил. Да, слон не выходил. Один раз мы слона и не увидели. Слона увидели со второго раза. Эти... Как их... Бегемоты тоже все время в воде, они не ходили, все время лежали там вообще только маленькие. Но они красиво плавают. Ну, плавают. Но все равно мне очень хотелось маленького увидеть, а он все время в воде. Очень маленький. Ну и больше всего, наверное, тяжело просто... И детям тяжело очень по такой жаре ходить. Там же пешком получается везде ходить. Можно брать коляску для детей. Ну, в смысле, если не взял с собой коляску, то... Да там дают. На прокат дают коляску маленькую или большую. Ну, она же бесплатна. Почему на прокат? Нет, за деньги. За деньги. Да. Не бесплатно. Не-не-не. Сколько-то денег стоит коляск. А еще там есть птичье шоу, на которое мы тоже еще не ходили. Оно проходит в некоторые дни. Это надо смотреть на сайте в определенные дни, в определенные часы. Есть специальное птичье шоу, но на него надо специально пойти. Или взять билет так, чтобы пойти погулять по зоопарку, а потом попасть на это шоу. Я сейчас хочу рассказать историю. У нас в школе, в этом году, у нас Антоша заканчивает элементарий пуску. И пятикрасники устраивали распродажи выпечки. Для детей привезли развлечения несколько животных. И наша Антоша, Сережа, выложит насекомых. И, в общем, дети участвовали, там тараканов этих больших брали. И наша Антоша была ассистентом по Могородному дяденьке, когда... Я не знаю, что это за большой ящер. Как он называется? Варан? Нет, нет, Сережа. Ну, короче, это какая-то очень огромная ящерица с большущим языком. И когда он спросит, ну, все, они там что-то поговорили, поучаствовали, потрогали его. И потом мужчина спросил, ну, куда ты хочешь, чтобы он тебя поцеловал. А Антоша сказал, что он хочет в щеку. Вот эта вот фигня Антошу лизнула прямо в щеку. Говорит, прям вал. У нее ее язык раздваивается. Антошу говорит, даже одной части языка пуха попарает. В общем, Сережа, вставь потом здесь. Д Второй язык попарает в память. comput Пухдептан. У нас на кард. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Когда у нас уже наши утки, гуси, все это выросло Ну, скажем, мы-то об этом подозревали, что с этим надо будет что-то делать Но стал вопрос, Сережа сказал, я резать не могу А я думаю, блин, а я могу Давай начнем с того, как мы решили завести Первые полгода или год мы прожили без ничего Да В деревне Да, потому что стало стыдно Не, ну стыдно не стало, но у всех есть куры, яйца мы ходили, молоко покупали Яйца покупали Яйца покупали И мы решили, почему бы не завести своих курей, чтобы были свои яйца И все нас отговаривали и говорили, что это тяжело и бла-бла-бла Моя бабушка вообще была Она, во-первых, в нервном припадке была от покупки дома Потому что бабушка всю жизнь прожила в деревне, прожила на земле Она знает, что это очень тяжелый трон И она такая, а-а-а, все, конец жизни, типа там, транзит А когда мы уже решили хозяйство заводить В определенный момент она перестала отговариваться Она просто просила, говорит, пожалуйста, только корову не заводите Ну корову мы и не собирались заводить Потому что корова это большое животное От которого очень большой отход жизнедеятельности И мы его убирать не хотели Ну и мы, мне кажется, все равно Ну уже к чему, к чему, ну к корове Надо как-то уметь ей заниматься Ну уметь сильно не надо Но за ней очень большой уход В каком плане, что надо стоять И выгребать шифлем из этого хлева Ну, мы решили, так сказать, обойтись По маленькому По маленькому, да А с чего мы свинок завели в Вьетнамске? А, у нас был, у меня был один друг Который занимался ремонтами машин И так получилось, что он купил себе дом В деревне, которая дальше нашей была Наша деревня была ровно 70 километров от Минска В смысле, от кольцевой дороги От станции метро Модилевская До наших ворот было ровно 70 километров Вот, а этот мой друг У него дом был еще Мне кажется, зайка, у него уже не деревня была А хутор, наверное Потому что там же вообще людей Нет, ну это же деревеньки Это потом он по хуторам какие-то домачу В общем, он еще дальше жил, чем мы И он занимался кроликами Причем кроликов он еще разводил В частном секторе в Минске у себя И вот, по-моему, он даже летом Продолжал в Минске разводить А зимой там в деревне Там теплее было как-то лучше, почему-то Вот, и вот мы решили Что-то взять у него, этих кроликов Попробовать разводить И оказалось, а нет, свинками Это Николай занимался, где мы перепелок купили Да, короче, у друга мы кроликов взяли Да, взяли и начали заниматься А потом мы А с чего мы решили перепелок купить? Перепелок? Потому что папа твой сказал Что нужно перепелок купить Когда мы начали говорить про хозяйство Папа сказал Твой папа, по-моему, озвучил это Типа, я когда-то мечтал разводить на балконе И мы подумали, что было бы неплохо Папу мог бы порадовать Я помню, что это было очень связано с папой Что мы завели перепелок Короче, смысл и фишка в том, что перепелиные яйца Они очень полезные Вот А ухода и развода этих перепелок Вообще проблем нету Они живут в клеточке По 25 штук можно их садить Вот, и мы нашли человека Который занимался перепелками Когда мы к нему приехали Оказалось, что он, кроме перепелок Разводит всех птиц Там у него были и эти фазаны И там павлины Кого там у него только не было И курей всяких с мохнатыми лапами Вот И он еще разводил вьетнамских свинок Причем, когда мы брали у него перепелок Он, так сказать, был только в начале Этой свиноведческой карьеры Вот И мы с ним поговорили Поговорили Он говорит Да их вообще кормить не надо Типа они траву едят И мы подумали Раз такие хорошие животные То почему бы их не взять И завели парочку вьетнамских свинок Это было очень забавно Они такие милые, маленькие Да Потом они становятся похожи на Побольше становятся На вот как с ожирением Маленькие свинки с ожирением Ну вот понимаешь Большие свиньи, такие вот простые свиньи Они же все А у этих прям складками Так это все висит Короче, они становились свиньями шарпеями Да, да И это здорово И наши дети поэтому имели свой зоопарк Около своего дома Со всеми животными У нас дочь очень долго гусей боялась Потому что еще и ущипнул Наверное ее Когда она ехала на квадроцикле Кто-то к ней побежал За что-то я там за платьишко потягала Или что и после этого Мы стали их закрывать гусей Чтобы они не ходили Гусей Ну в общем вот такая маленькая история Про нашу Про наши последние годы жизни в Беларуси А потом мы быстренько все съели Раздали Распродали Переехали на месяц в Минск И с Минска стартанули Ну чуть позже И при свете дня, как говорится Потому что В темноте непонятно, что тут видно Будем рассказывать Как мы вообще пришли к тому Что сейчас есть Вот А сейчас едем В зоопарк На световое шоу Я так понимаю Что наше видео получится Из двух частей Потому что Значит Эта часть вступительная будет А следующая часть Уже будет собственно прошел Поэтому Спасибо всем, кто посмотрел Подписывайтесь Обязательно ставьте колокольчик Чтобы не пропустить вторую часть Я постараюсь сделать их Быстренько Одну за одной Спасибо всем за просмотр Вы были на канале Наша жизнь New life is my life Всем хорошего Праздничного настроения Здоровья Любви Счастья Полных бокалов шампанского Удачи Удачи Bye bye Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok